Ваше превосходительство, уважаемый господин председатель Государственного Совета, сердечно приветствую вас в Москве. Знаю, что это ваш первый визит за пределы Латинской Америки. И мы очень ценим, что эту первую визиту нанесли в Россию. У русских людей особое отношение к Кубе, которое еще связано с вашей героической борьбой за свободу. Когда впервые к нам приехал товарищ Федер Кастро, я хорошо помню, как вместе с ленинградцами, а я сам родился в Ленинграде, мы встречали его на улицах города с флажками кубинскими и кричали «Куба, си, янки, но». Русские люди, русские люди, у них очень многое особенное отношение к Кубе, к Кубе, к Кубе, особенно для своей истории, для своей героической борьбой за свою libertаду. Я помню очень хорошо, как я, в первую визиту к Кубе, к Кубе, к Кубе, к Кубе, к Кубе, к Кубе, к Кубе. Очень конструктивно развиваются отношения здесь, в Москве, между посольством кубинским и соответствующими департаментами московского патриархата. Я хотел бы отметить роль ваших послов, которые всегда очень открыты к этому сотрудничеству и вносят свой позитивный вклад. В отношении между нашими странами насчитывает более 200 лет. Но они приобрели совершенно особый характер после победы революции на Кубе. И эти relations se convirtieron en una relación muy estratégica y especial con la victoria de la revolución en Cuba. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что вот эта теплота в отношениях, особые симпатии друг к другу продолжаются и сейчас, когда уже значительно изменилась политическая обстановка. И когда тема кубинской революции уже не определяет 100% всех симпатий по отношению к Кубе. Потому что есть люди, у которых есть другие политические взгляды, они живут в нашей стране так же, но симпатии к Куб продолжаются. И вот очень важно, что... И хотел бы особенно подчеркнуть, что вот это доброе отношение к Кубе, оно сохраняется потому, что очень многие люди, многие россияне активно принимали участие в судьбе вашей страны. И вот этот опыт соучастия в вашей борьбе, в вашей жизни, он ведь передается в том числе от детей к родителям. И поэтому сохраняются устойчивые симпатии среди российского общества Кубе и кубинскому народу. И я думаю, что сейчас... Да, хотел бы сказать, что так же и кубинский народ сохраняет, как я чувствовал, добрые отношения и симпатию к России и к русскому народу. И я это чувствовал, когда находился на Кубе. Трижды был на вашей благословенной земле. И имел возможность тесно контактировать с людьми и чувствовать их отношения к нам и к нашей стране. Я хотел бы еще особенно подчеркнуть роль храма православного, в честь казанской иконы Божьей Матери, который был построен при прямой поддержке коменданта Фиделя Кастер. И наш русский храм стал центром духовной жизни, а также культурной жизни. Я знаю, что там проводятся и выставки, и концерты, и люди объединяются вокруг этого храма. Как я считаю, то, что здесьيع В этом храме активно связано примерно 3 000 человек, которые строят такой ядро постоянно проживающих русских галанов. Это люди разных профессий, разного возраста, но я бы хотел сказать, что помимо тех, кто постоянно проживает на Кубе, сейчас в последнее время очень многое стало приезжать наших туристов, чтобы наслаждаться и климатом, и красотой вашего острова и проводить отпуск на Кубе. Я хотел бы особенно вспомнить свое посещение Кубе в феврале 2016 года, в то время, когда на острове проходили празднование в честь 45-летия открытия первого русского православного храма на Кубе. Я помню очень хорошо моего встречи в феврале 2016, который связан с на острове 45-летия первой паруси в Кубе. Я имел возможность много раз общаться с господином Раулем Кастро и обсуждать многие вопросы. И всякий раз чувствовал большой интерес господина Рауля Кастро к всему тому, что происходит в России, к развитию российско-кубинских отношений, а также в том числе и к деятельности Русской Православной Церкви. Я был очень много раз поговорю с Рауль Кастро, и каждый раз, когда мы говорим, я sentил его франшичность франкного интереса в том, что все русские отношения, которые поддерживают русской православной церкви. Ранее посещая Кубу, я, конечно, имел возможность иметь многочасовую беседу и с Фиделем Кастро, он в то время уже был больной человек, в колясочке, но тем не менее, да, из-за того, что он получил какую-то травму, и тем не менее он меня принял, и очень долго мы с ним беседовали. И, кстати, в моих встречах, я могла встретиться с командой Фиделем Кастро, и, конечно же, его здоровье не было так сильным, как в его дни, но он мог встретиться и иметь отношения с нами. Я хотел бы также вспомнить свою встречу с Папой Франциском в гаванском аэропорту. Это тоже было историческое событие, первое в истории встреча римского Папы с патриарком московским. И когда мы встретились с Папой, то первые слова, которые ему сказали, мне кажется, что мы с вами встретились в правильное время и в правильном месте. И действительно, встречаясь в Кубе, мы были как бы вдали от всех исторических конфликтов, которые связаны с напряжениями в истории отношений римокатолической церкви и русской церкви, с конфликтами, которые происходили, конечно, на европейском континенте. И, конечно же, что территорио и география в Кубе, это было такое, что это было, потому что мы были fuera и далеко от всех конфликтах прошлого, от всей потенциальной церкви, в отношениях между нашими церкви, которые происходили на европейском континенте. И мне кажется, что Куба действительно идеальная место для встречи, совершенно нейтральная территория. Она далеко от Европы, а значит от всех исторических наших конфликтов. Она не является ни православной, ни строго католической, потому что все-таки государство является секулярной, и значительная часть людей разделяет марксистскую идеологию. И и на事情 они не имеет некому единственному gangу не может быть личным. Я хотел бы еще раз выразить благодарность к Кубе и кубинскому народу за те условия которые были созданы для этой очень важной исторической встречи. И еще раз хотел бы сказать вам добро пожаловать, мы очень рады вас видеть. И я хотел бы подчеркнуть еще раз особое чувство которое наш народ испытывает в вашей стране. И хотел бы пожелать вам, вашим коллегам и всему кубинскому народу и я хотел бы поблагодарить вас и всю ночь кубинскому народу, и желаю успехов решения тех задач, которые перед вами стоят, и желаю успехов решения тех задач, которые перед вами стоят, и помощи Божьей жизни, и желаю вам помощь Бога в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.